Приветствую вас, Селена. Мне не очень приятно говорить вам это, но вы задаете запрос абсолютно в никуда. Потому что это иллюзия в какой-то степени и миф, что, например, мужчина может понять женскую психологию, женщина может понять мужскую психологию. В какой-то степени мифом является мужская и женская психология. Хотя особенности психологии там действительно есть, но их не настолько много. Они не настолько, на мой взгляд, определяющие, чтобы говорить о какой-то прям именно мужской и женской психологии. Ну, как бы практика психотерапии, да, и то, что мужчина и женщина проходят практику вместе, как бы она это подтверждает. Вот. Поэтому первое, что вам, мне кажется, нужно сделать, это обратить внимание на себя. Понимаете? На себя. Ведь, эээ, дело не в том, что, эээ, как бы, вы не понимаете мужчин. Дело в том, что, первое, вы не умеете справляться с чувством вины, которое у вас, вероятно, предваживаем уже вместе. А второе, вы не умеете конструктивно, эээ, общаться, то есть, вы не умеете конструктивно выражать свои эмоции, свои чувства. Может быть, вы даже не знаете, что вообще вы чувствуете, что вы ощущаете вообще, эээ, ну, сами, да, в том числе и к вашему мужу, к вашему мужу. Ну, вот. Эээ, и вот, как бы, проблем то в чем. Они в том, что вы не знаете мужскую психологию, не понимаете ее и так далее. Знаете, какая штука? Ну, вот. Ведь, эээ, здесь еще вопрос, эээ, честности. Вы понимаете? То есть, эээ, вот, эээ, вы, оказались, эээ, к сожалению, здесь, в эээ, такой дилемме, которая, эээ, достаточно, эээ, непривычно. Эта дилемма, эээ, честность и правда. Эээ, я разделяю эти вещи, ээээ, потому что в моем, эээ, подходе, который я использую, эээ, в своей практике эти вещи разделяются, и, как бы, я с этим полностью согласен. Что, честность, это, когда я, ээээ, не обманываю сам себя. Обравдиваться, это, когда я хочу или не хочу придерживаясь каких-то фактов. И вам, бездействительно, присущиться. Хотели бы вы, хотели ли вы рассказать мужу о том, что вы идете в кино? Ну, скорее всего, да. Скорее всего, да. Скорее всего, вам хотелось рассказать. Никогда вы, эээ, не рассказали, потому что не хотели, чтобы он тревожил. Я себе заботился не о нем. Значит бы скандала не было, не было. Знаете, Елена? Эээ, собственно, сам скандал-то возникает не на ровном месте, а из-за подавленных, эээ, определенных импульсов, из-за подавленных, ээ, желаний и чувств по отношению к человеку и вообще. Есть даже такая психологическая игра, она так и называется, скандал. И вам ее нужно изучить. Эээ, и после этого заняться тем, чтобы определить, эээ, какой вклад в скандал вносите именно вы. Потому что вы вносите определенный вклад в скандал. Ну, я полагаю, с этим спорить вы не будете. Ну вот. Ииии, если сейчас, если сейчас, эээ, ну, на какой-то момент предположить, представить, что на ваш запрос дается отклик, то есть мы с вами, например, будем изучать, эээ, мышскую психологию, да, я помогу вам это сделать, к примеру, ну, или любой другой специалист, неважно, эээ, поможет вам это сделать, вам это сделать, то, вообще говоря, мы максимально далеко уйдем от того, чтобы вам в себе разобраться и вам в себе, в себя понять. А поняв себя, донести другому человеку то, какая вы, и чтобы он уже думал, что с этим делать, понимаете? А сейчас вы, сами того не ведая, с одной стороны, принижаете мужчину и мужчин, пытаясь понять их психологию, думая, что это возможно. С другой стороны, берете на себя слишком большую ответственность, игнорируя те сферы, где реально нужна ваша ответственность, где реально нужна внимательность, ваша внимательность, забота, бережность, нежность к себе. Вот. Такие дела. Поэтому, Елена, я думаю, что немножечко не туда вы движетесь. Я бы, эээ, дальше, я вот не знаю, насколько, эээ, в вашем случае это применимо, конечно, эээ, может быть, я ошибаюсь, но я бы, эээ, дальше, подальше, разделил бы, вот, разделил бы, ээээ, то, как вы ведете себя, ээээ, подручески, и как вы ведете себя, ээээ, как женщина. Какая вы женщина, какой вы друг, вот. Эээ, потому что, когда вы, ээээ, сказали, например, что, вот, у меня есть друзья-мужины, которых я давно знаю, с которыми никогда ничего не было, вы, знаете, здесь как будто обрадуетесь, вот, я не знаю, я не знаю, ээээ, что там конкретно, но вот здесь, как, вот здесь какое-то напряжение, оно чувствуется. Знаете? Может, если бы не было напряжение, ну, вы бы, вы бы не добавили, что у меня с ними никогда ничего не было, понимаете? Так вот. Частук. Такой вот ответ. Ну, все, на этом, на этом, эээ, все, я надеюсь, что вам ээээ, мой, мой ответ понравился, 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 понравился. Я надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, будет отклик, определенный отклик, который послужит началом вашей работы над собой, потому что вам это необходимо. И гармонизация у семейных отношений, это тоже, мне кажется, необходимо вам для того, чтобы прикоснуться к гармонии. На этом все. Я надеюсь, что помог вам, да, и разобраться с тем, почему вам с мужчинами общаться легче, а женщинам позднее. Это не значит, что вы должны общаться только с женщинами, нет, это значит, что такой выбор не случайный, скорее всего. Желаю вам удачи, всего самого доброго. Субтитры сделал DimaTorzok